Пожалуйста, как ты думаешь, а почему такое сохранение? Ну и здесь, в нашем городе, сразу после войны. Почему вот именно здесь, по-моему, целый? Представители трёх народов, трёх национальностей. Ну и как-то делаем. Да, в принципе, что представители всех союзных республик. Представители более 78 национальностей нашего бывшего Советского Союза сражали здесь фашисты. В том числе и сын Талураса Барури, это сын руководителя Испании, Рубена Барури. Он тоже сражался в Красной армии. Сначала под Москвой он получил тяжёлые ранения, а после госпиталя здесь, в Сталинграде. Он был тяжело ранен в конце августа 1942 года, буквально в 45 километрах западнее от города. Его даже довезли на машине до переправы, переплавили на левый берег Волги, где он скончался от ран 3 сентября 1942 года. Нам же его сначала похоронили. Ну а потом всё-таки сын Талураса Барури, руководит телефон партии Испании, перезахоронили его на Мамая-Кубаху. Ну а когда решили создать интернациональную махину, опять потревожили прах Рубена и уже последний представитель, что был здесь, на главной площади нашего города. Второе имя нашего землика, Сталинградца Владимира Камельщикова, берёчек, название Героя Советского Союза, он получил под Москвой на 45-й день войны. Воевал здесь, отметил День Победы Сталинграда, а погиб буквально в первые дни виски 43-го года при освобождении Украины. И вот только Татарин, Кальфис Кахутинов, за всего две недели не дожил до победы. И два последние дни, последние войны, последствия на вон в центральной части нашего города. Вот такие три солдата, три героя в этой интернациональной моменты. Это вот дерево, которое взято оконтовочку, тоже у нас является своеобразным памятником. И посмотрите, вычитается, тополь этот пронёс жизнь свою сквозь битву великую. Но в это, конечно, трудно поверить. Действительно, дерево пережило всю Сталинградскую битву. Хотя, помните, я говорила, три недели бомбили Сталинград, потом бои на улице у города. В принципе, как говорили старожилы, в 43-м году весна не пришла в Сталинград. Не было весны в Сталинграде. А почему её не было весны? Что такое весна-то? Ну, травка, цветочки. Нет, ничего не расцвело, потому что валили. Да, и нечего было цвести. Даже это дерево, хотя я ожила, но их так помните, как мы её увидим, оно ещё было молоденькое, в 35-м году, у нас было высадили. Была выворачивающая весь корень, почти вся храневая система. От крона оставались все такие ветки, облупленные веточки. И вот чудо! Ну, на этих веточках веснаю 43-го года появились слабенькие, даже не зелёные, а такие вот слабенькие листочки. И, конечно, вот для тех людей, которые пережили весь ужас, сидя в норах, в подвалах, в канализационных люках, весь ужас этой плиты, для тех, кто возвращался домой из-за Волги, на эти руины развалины, для них эта слабая зелень в самом центре города как бы и послужила символом непришедшей весны, символом нового города, который они должны будут ещё построить. Так что усадили это дерево на место, ухаживали, конечно. У нас без ухода ничего не приживается, у нас самое главное не посадить, а выходить, выходить. Зелёное наслаждение. И вот сегодня, так мы его называем, наш Сталинградский тополь. Правда, тополь болеет. Болеет, и наши ботаники дают ему, ну, лет пять от силы, потому что вот внутри, наверное, настоящая труха. Если посмотреть, вот эти норы такие, видите, проеденные, вот с той стороны тоже, которые листочки прикрывают, их даже сементиком замазывают, ну, чтобы как бы избежать соприкосновения лишней среды вот с тем, что там находится. И во своё время вот эта зелень, она буквально полностью покрывала всю эту, как на вот эту мёртвую кору. И как-то несколько лет, что делали? Вот эту сторону оставляли зелёной, такая яркая, живая зелень, а эту сторону обрывали. И вот когда идёшь навстречу этому дереву, сразу бросаются в глаза зелень. Это жизнь. И вот эта мёртвая, потрогаете, эта мёртвая кора, это как бы жизнь и смерть воедино соединились в этом дереве. Ну, что придумали наши ботаники? Они взяли почечки и будут заниматься клонированием. Рассказывает одна почечка, даёт где-то 12 тысяч деток. То есть уже детки будут строить в Градского тополя. Очень хорошая задумка. Я уж не знаю, она притворится в жизнь или нет, но планируют, когда эти деревца подрастут, высадить их не только там, где прошла война, в том числе и в Ростове, конечно, в том числе и на европейской части нашей страны, но и за Уралом, в Симбире, на Дальнем Востоке, откуда к нам пришли защитники Старинграда. Будет красивая задумка, будем надеяться, что она притворит сердце жизни. Ну, а вот вниз, посмотрите, пошла самая коротенькая улица нашего города, аллея героев, названа в честь Героев Советского Союза, кому это звание было присвоено в период Старинградской битвы. Их 129. В том числе эта улица названа в честь Героев Советского Союза, уроженцев нашей области, кто это звание присвоил, получил за эти все годы войны. И вот в начале улицы как раз вот там установлены гранитные стены, на которых иначе даны имена героев-защитников Старинграда и имена уроженцев нашей Старинградской области. А Сталин прожил эту войну? А? Нет. Сталин руководил. Да. Посмотрите, он подписывал только все самые важные документы, но без него подписи ничего сделать нельзя было. И посмотрите, вот уже виднеется Волга, я вам говорила, там как раз вот речной вокзал, там куча теплоходов. Мы с вами сейчас попробуем проехать как раз вот в сторону Волги, в сторону речного вокзала. Итак, дорогие мои гости, возвращаемся снова в автобус. Все, ушел? Ты со мной дальше пойдешь? Да. Не, ребят, ну это разминка, что будет дальше, будет самое интересное. Что? Дальше будет самое интересное. Это так, Россия. Спасибо. Вот эту панорампу мы делаем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.